здравствуйте друзья сегодня мы будем опять изготавливать фасады но не такие как были в предыдущем ролике они будут под стекло и внутри будет решетка значит ничего там такого какого-то другого нету там все то же самое только но есть пару нюансов решетка тоненькая это как бы самый минимум который можно сделать этими призами чем с набором я хочу показать просто организацию своего фрезерного станка но не знаю конечно сколько столяров столько мнений и вариантов я покажу свой может кто-то возьмет себе на вооружение сейчас мы видим заднюю сторону призера обратную сторону значит там в одном из роликов мне говорили почему тебя не закупить не закреплено но как бы упор не закреплен но покажу он закреплен таком закреплен по-своему для то есть вот такой вот механизм они продаются то есть как бы это не новшество у меня закреплена одна часть вот там она на барашка прикручена очень надежно это эта штука просто ставится в упор на том расстоянии на котором вам надо то есть это очень происходит быстро и надежно вот вы поставили все она дальше никуда не идет значит мы упираемся всегда с этой стороны и эта штука не дает пойти ей обратно и как то углубиться туда куда не надо но зато с другой стороны поменять размер но просто элементарно вы сейчас можете смотреть вот как как она настраивается то есть вот станок стоит не настроен вы ставите упор упираете линейку подшипник ставите сюда планку зажимаете и станок у вас уже настроен вот он абсолютно четко стоит по подшипнику и ну как бы вы видите что действительно очень быстро убираем снимаем нам надо поменять штуку вот и все значит решетка будет из таких вот деталек вы видите они тонюсенькие маленькие собираться они будут вот таким вот образом то есть одна там новую решеточку общем они будут собираться значит вы видите что они действительно тоненькие уже делать той же у меня здесь всего 8 миллиметров а это является как бы основой для того чтобы пробрать колёвку с обратной стороны как минимум значит что я для этого делаю я обратно антипрофиль я пробрал на широкой заготовке это заготовка если распилить ее пополам вот у меня вот две такие штучки два сегмента и плюс распил вот так вот то есть это я делаю для безопасности потому что мне антипрофиль пробирать на такой вот толщине сами понимаете не сподручно ребята я пробрал значит с обеих сторон заготовки и распилил их пополам теперь значит мне остается пробрать колёвку только с одной стороны что получилось вот та самая деталь на решетку получается вот этот вот момент самый как бы но не хорошие но для этого надо будет использовать всякие прижимы гребеночки расчесочки кто и как называет с этим проблем конечно же не было я без упора без прижимов так по протягивал на все ровненько красиво сейчас протянем обратную сторону и будем собирать посадку сухую на что еще хочу обратить внимание вы берете заготовку ставите на призу ставите гребенку и советую брать струбцины помощнее такие на которые вы точно можете рассчитывать а потом поставить еще упор просто планку как бы навстречу это не то что там не лишнее это необходимо в этом случае можно быть уверенным что ваша гребенка в случае чего не пойдет назад вот она ее фиксирует четко на фрезе ну и поставим одну сверху чтобы заготовка не пошла вверх сами понимаете это не лишняя необходимость все вот наша заготовка зафиксирована сильно плотно делать не надо она должна просто ее фиксировать на режущей кромке фрезы вот эти вот пропилы они четко отыгрывают все неровности но неровности не должно быть но вот так вот надо ставить защитой уже ваши пальцы ваши руки не участвуют во всем происходящем там всегда призовано прокрутить перед тем как начинать какие-то действия ну начнем все этапы мы пошли дальше сейчас быстренько соберем это уже как бы такое приятное занятие главное все равно покажет правильно ли посчитали мы все это дело мы собираем на сухую просто с целью проверить верны ли наши расчеты потом мы сделаем разметку разметимся и по центрам соберем а только на клею все плотненько а ну я похоже на правду вот так вот вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, вот так вот оно получилось. Это в итоге будет боковая стенка шкафа-купе. Там еще есть посады, которые на 4. Как бы стекточка разбитая. Ну, в принципе, это все, что я хотел сегодня показать. Чего у меня настроение хорошее. Потому что заказчик маляр, наш маляр, он сам будет чухать, он сам будет красить. Все, как ему нравится, все, как он любит. А для меня это просто праздник какой-то. Ну, а на этом все. До свидания. До новых встреч.